Ну что ж, запись началась, а это значит, что первый наш такой открытый нетворкинг, так сказать, объявляя открытым. Сначала я хочу рассказать, зачем и вообще, как я это вижу, чтобы вы все согласились, либо внесли свои какие-то идеи, и тогда, потом, я надеюсь, дальше, чем дальше, тем будет народа больше. Как я это планирую? Я это планирую, как количество людей, которые собираются между собой, рассказывают друг другу, потом вот это вот видео я повешу к себе, и если у вас будет такое желание, вы тоже можете его скачать, например, и либо сделать репост, либо прямую заливку сделать, таким образом я рассчитываю, что будет как сарафанка. На вас будут смотреть у меня, у вас будут смотреть на всех остальных нас, и таким образом мы будем делиться аудиторией и стараться обмениваться, ну как развивать вот это вот сарафанное радио по возможности. Я за объединение людей worldwide, потому что очень этого не хватает, в том числе и повышение общего градуса осознанности, и для меня вот это вот как раз объединение, это и есть та самая осознанность, которую мы можем друг другу подарить. Я знаю, что сложно, я знаю, что даже 15 минут в интернете при наличии семьи, детей, мужа, работы, собаки, кошки, попугайчика, это, ну как, бывает сложно. Но пускай я сегодня буду, знаете, я не знаю, кто это будет, феечка, либо этот, который фу-фу-фу-фу, но, в общем, я сегодня буду руководить процессами, там и нас на самом деле не так много, поэтому мы пока, да, пока, пока можем начать рассказывать про себя. Идея максимально, как вы только можете, почему? Я считаю, что мы еще пиарить себя не умеем. Вот все, что вы делать умеете от управления людьми, бухгалтерского учета, складывания кирпичей и паззлов, вы сейчас все это можете рассказать. Кому-нибудь, может, это очень нужно, и кто-то сегодня вас узнает и увидит с другой стороны. И это очень клево, что потом человек сможет к вам обратиться, может быть, по прямому, как это, по направлению вашей деятельности. Вот, про себя я не буду начинать, я не хочу начинать, отстаньте. Поэтому, кто хочет первый, нажмите на вот такую вот лапку внизу и поедем. Представиться, из какого города, и дальше все о себе. Я за единственное, что я буду следить за таймингом. Значит, давайте по 10 минут. Если меньше получится, то я потом что-нибудь просто доспрошу и выведу. Перебиваем, не перебиваем, это большое такое условие всего этого. Можете говорить все, что хотите, когда будете готовы, скажите, я про себя все рассказала, а я буду как этот, как настоящий бухгалтер. Поехали, кто первый, можете прям лапку. Давай я, пока мне дают говорить, пока у меня тут нет истерики. Меня зовут Юлия Копян, я танцую tribal, а именно импровизационные форматы ATC уже 10 лет. И с 19-го года я являюсь руководителем танцевального tribal коллектива The Art of Axis Tribe. Я, ну, в первую очередь, я могу быть полезной. Я очень надеюсь, что в нашем городе для начала узнают о нас как можно больше людей, потому что многие после того, как видят нас на концертах, на каких-то мероприятиях, говорят, а мы даже не знали, что в Астрахани такое есть. Вот буквально неделю назад мы танцевали на улице, просто снимали видео, остановилась девушка на роликах и сказала, вау, оказывается, в Астрахани есть tribal. Реакция наша была, вау, оказывается, в Астрахани, кроме нас, кто-то знает, что такое tribal. Вот, поэтому, если вы интересуетесь этим форматом, если вы не интересуетесь еще, но вас заинтересовало, добро пожаловать к нам. Мы очень любим новичков, и мы всегда рады вашему появлению. Кроме этого, я живу и работаю в Астрахани, и Астрахань – это потрясающий город, в котором не только арбузы и рыба, у нас есть замечательные лотосы, у нас цветет много лотосов везде, у нас есть лотосовые поля, лотосы цветут в городе, за городом, они расплодились везде. И у нас есть прекрасное место под названием Сарай-Бату. Это декорации, которые были созданы для съемок фильма, но они воссоздают исторические реалии, и это потрясающее место, которое очень подходит для tribal, а tribal очень подходит для этого места. И если все срастется, если нам хватит сил и усердия, я очень надеюсь, что следующим летом, в конце лета, у нас будет повод пригласить вас в Астрахань познакомиться с Сарай-Бату и лотосами. Мы сейчас очень стараемся это сделать. Ну, а в-третьих, я могу быть полезна тем, что почти все костюмы для нашего коллектива шью я, причем шью это из добытых из-за границы какими-то правдами и неправдами тканей, а кроме этого у нас есть потрясающее еще одно место в городе, это наш узбекский рынок тканей, на котором периодически можно найти какие-то совершенные сокровища, типа бархатного иката, атласного иката, каких-то сумасшедших штапелей с огурцами этническими, и этим я тоже могу быть полезна. Боже, какой кайф! Только что такое икаты, если я правильно? Это избекские рисунки, которые на тарелках, на шароварах, на всем, вот эти зигзаги цветные всякие. А, я поняла, это модные шаровары, которые все... Слушай, это так круто, это так вдохновляет, прям очень... Правда, всего две минуты прошло, я вижу, ты тренялась. Нет, я просто... у меня скоро отберут это время, мне нужно успеть, пока меня не потребовали. Классно, очень классно. Есть ли вопросы? У меня вот был только про что такое икаты. Слушай, я тебе прямо от себя желаю, чтобы мероприятие состоялось, потому что, мне кажется, я видела фотки вот этих лотосов, и я уже прям, знаешь, типа... Вот, поэтому прям желаю, чтобы все получилось, и, блин, это крутая идея, прям очень-очень-очень классно. Что ж, спасибо большое, Юлечка, очень приятно было познакомиться, надеюсь, все познакомились. Спасибо тебе, что даешь, что-то классно. Кайф. Я думаю, мы быстренько сейчас все разделаем, поэтому следующий... Ну, у меня таймин, скорее всего, будет еще меньше. Так, вы старайтесь, вы вспоминайте, поднимайте свои детские мечты и желания. Так, сейчас я сделаю на большую красивую картиночку. И поехали. Всем привет, меня зовут Софья. Я начинающий преподаватель и продолжающий танцор. Занималась раньше болиданцем довольно плотно. Вот сейчас в Пандук я занимаюсь трайбом. Полгода назад пошла заниматься АТС. И сейчас еще занимаюсь фьюжном, поэтому в трайбе я не так давно. И параллельно с этим я в Пандук сейчас преподаю фольклорный болиданц. Вот сейчас мы конкретно изучаем фольклорные танцы Персидского залива. Конкретно это Ирак. Вот, поэтому осваиваем вот такое направление. Чем могу быть полезна? Наверное, тем, что имею опыт выступления и опыт участия в различных постановках фольклорных танцах. И могу кое-что рассказать, кое-что объяснить, показать и научить вот таким вещам. Преподаю я мало и преподаю недавно. Вот, поэтому преподавательского опыта у меня, как такового, к сожалению, пока нет. Но я учусь. Вот, примерно так. Ну, это самое главное. Человек, когда хочет, он что-то делает. А те, кто не хотят, у них и ничего не получится. Те, кто не ошибается, те тоже ничего не делают. Класс! Есть ли вопросы? Скажи, пожалуйста, ты, получается, можешь, ты как танцор больше себя сейчас презентуешь, нежели как препод. То есть тебя можно пригласить на какую-то тусовку потанцевать, либо ты можешь больше, ну, как бы, рассказать, научить сделать постановку. Я бы сказала, что сейчас меня, ну, я бы скорее пошла тусить, да, и принимать участие, например, в каком-нибудь стейджинге, вот. Ну, потому что у меня пока небольшой опыт преподавания, но я в этом тоже развиваюсь. И мне это тоже интересно. Окей, понятно. Просто, чтобы понятно, куда тебя, как применять было. То есть, там, спор, это что-то человек потусить. Можете приглашать меня. Окей, так понятно. Ничего, все мы из чего-то начинали, все мы куда-то растем. И нужно помнить, что люди развиваются в динамике. И нет, практически, очень мало людей, ну, в танцах я не встречала. И даже мои практические опыты, эксперименты показывают о том, что мы постоянно развиваемся. Пускай по-своему, но тем не менее. Что ж, если вопросов больше к Софье нет. А у меня сразу вопрос. Вот больше не по самому преподаванию, а ты сказала о том, что можешь рассказать про историю и многие вот эти моменты. Ты это готова делать только в оффлайне, в Пандуке или на какие-то онлайн-встречи ты тоже готова? Нет, если есть такая потребность, да, я, конечно, с удовольствием могу это и в онлайн-формате тоже проводить. Спасибо. Удобненько. Я думаю, что если мы не будем иметь связь со своими корнями, мы рано или поздно их утратим. Поэтому для меня это такие женские важные танцы, такие же, как и гавейзи, например, либо танец индийский, вот старый. И мне кажется, что это может быть полезно, ну, хотя бы просто для общего развития и построения новых нейронных связей. Поэтому интересная тема и узнать что-то, например, об истории. Поэтому мы сейчас танцуем. Еще? Все? Отлично. Ох, я уже не знаю, как себя презентовать, не презентовать, но сейчас попробую. Сегодня как-то сложно, если честно. Меня зовут Анастасия Пенетурская. Я руководитель студии Tribal Bailidance Fitness и Йоги Пандук, город Москва. И про себя я могу сказать, что я занимаюсь движением. У меня есть своя личная теория, что танцоров, ну, в нашем случае Tribal, их по всему миру достаточно много. Но хороших танцоров не так много. И, я думаю, все двигаются, все двигаются, все по-своему развиваются. Но людей, которые выстреливают и почему-то начинают нравиться публике, их не так много. И если делить всех танцоров, то все плюс-минус танцуют плюс-минус одинаково с тем преподавателем, с которым они рядом находятся. Вот. Такие как клоники получаются. И еще у меня есть такая идея, что какой бы танец вы, я, кто угодно не учил, все равно первые пять лет человек занимается, который это изучает, техникой, а дальше должна быть усадка техники на свое тело. Так вот, я занимаюсь как раз связью тем, что я усаживаю технику на себя, на своих учеников, на своих танцоров, не важно начинающий или продолжающий. Начинающие начинают с техники, и им просто нужно набрать какой-то материал. А вот на продолжающих основная задача сделать их в танцах гармоничными. И не всем это удается и в АТС, и во Фьюжене, ну и как повсеместно, где я вижу. Поэтому я как новое платье АТС натягиваю, растягиваю немножко согласно физиологии и анатомии человека. Не все могут как Каролина, я тоже где-то не могу, и у меня немножко другие физиологические пропорции. И если смотреть на Каролину, и если смотреть на Рэйчел Брайтс. Начинала я как танцор, потом продолжила работать как преподаватель, сейчас уже хореограф, руководитель студии. Я могу быть чем полезным? Сейчас я занимаюсь движением во всех его плоскостях. То есть один из пласт, это как танцор, я могу научить технике с точки зрения, как преподаватель танца и как хореограф. Я могу научить двигаться и двигаться гармонично в музыке. Как физиолог, как йог-терапевт, я могу научиться примерять любой танец на ваше тело. Мне главное понимать, что за техника и как вы двигаетесь. Ну, это видно сразу. Поэтому я работаю еще и физиологом, и также я работаю с болями у танцоров, потому что боли так или иначе появляются. Не всегда мы знаем, как наше тело двигается. Даже профессиональные танцоры так или иначе сталкиваются с мышечными зажимами. Никуда не денешься, где-то что-то перетянул, перезажал, раз, какая-то боль получилась. Поэтому мои девочки знают, что если они ко мне пожалуются, потом они немножко потерпят, и потом становится чуть легче жить. Вот. Я знаю, что с этим делать. Помогаю своим танцорам, людям, которые просто обращаются. Вот. Работаю как йог-терапевт. И третий сейчас мое направление, я считаю, ну, я считаю, есть, просто для меня это была зацепка, что наши движения, наши мысли и наши эмоции очень сильно связаны. Поэтому последний год я занимаюсь танцеванием двигательной терапией. Многие проблемы с танцем, они не в теле, а еще и здесь, либо здесь. И чтобы раскрыть их, нужно, можно подойти через движение, но еще и дополнительно теперь знания психологии помогают мне в работе с людьми. Поэтому я могу помочь как танцор, в том числе как музыкант, потому что один из музыкальных инструментов, а именно с агатой, тоже и моя большая любовь. Но это как хобби, скорее. То есть я там так, я люблю это всем сердцем. Как физиолог я работаю с болями, с мышечными растяжениями, с мышечными зажимами, но я не работаю как мануальщик. Вот есть жесткая мануалка, есть мягкая. Я больше в мягкой мануалке, и для нее требуется время. И я работаю как психолог, как танцевальный двигательный терапевт с мыслями, ощущениями. И я могу это делать и индивидуально, и в большой группе людей. Чем, кстати, больше людей в танцевальной двигательной терапии, ну вот, в, как это сказать, в группах интереснее. Потому что набор двигательный больше из-за вариативности людей, поэтому получается очень интересно в группе работать. Но индивидуально тоже можно. Вот. Вот такой вот я человек. Почему начала все это? Просто ради себя. Мне стало интересно, как это сочетается, как это взаимодействуется. Поэтому это моя индивидуальная работа. И она в том числе и... Я пишу научные работы, всякие статьи. Вот. Мне просто это нравится делать. Еще, если уж так по-честному, я руководитель студии, мне ужасно нравится делать сайты, продвигать людей. Сейчас у меня на продвижении есть люди в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте. И я их потихоньку двигаю, рассказываю им, как продвигать себя в соцсетях. Вот. Но это хобби. Это не так, как с телом и с движением. На 7 все. Есть ли вопросы? Ну, у меня опять те же самые вопросы. Наверное, больше про второй блок, про работу с болью. Ты обещала до этого, ты говорила, что твои видео по миофасциальным релизам, по работе с болью, у тебя в очередной раз поменялся подход. Это именно что-то новое. И ты будешь перерабатывать и дополнять. Когда это увидит цвет? Я сейчас нахожусь в записи. Нужно, просто нужно записать. И вот это вот самое больное, потому что это запись, переработка. Я думаю, что, наверное, где-нибудь в середине зимы я закончу. И это будет более целостный курс со спецификой больше на танцоров. Потому что если раньше, если раньше я думала более плоско, ну, вот как я себя вижу, я все-таки думала, для меня миофасциальный релиз, он был просто тупо миофасциальным релизом. А сейчас я вычмена для себя те области, которые нужны конкретным танцорам. И конкретным танцорам для танца и трайвла. И вот сейчас я его адаптирую. Там будут части старого, потому что без старого нет нового. Но они будут уже по-другому перемиксованы. Будет как встать быстрее в корпус, как включить нижний пресс, особенно тем, кто рожал, как включить ягодицы, как включить лопатки, руки, ну и так далее. Поэтому, да, я думаю, в середину зимы. Отлично. И будет ли там что-то или занимаешься ты с теми, кто после операции, помнишь, мы обсуждали с тобой этот вопрос, индивидуально. Или, может быть, будет там какой-то блок. Операции какого рода? Полостная операция, мы живем, живут. Кики-сарели. Не кики-сарели, но живот резаный. Так или так? Так. Прямая, какая мышца, что где резали, вот хотя бы чисто слева, справа. Нет, прям по прямой, тот же, шут такой же, как при кесареве, только резали меньше, чем при кесареве. Вот так. Да, да. Ну, ты знаешь, у тебя больше возможностей. Смотри, вообще реабилитация после вот этого, вот, я, конечно, жалею, что не могу потрогать, потому что все-таки я сейчас вижу все кончиками пальцев. Я могу попробовать, но я не могу отвечать за результат, к сожалению. Вот прям, если обычный человек, когда со мной, я прям отвечаю за результат чаще всего, то онлайн это сложнее. Но попробовать можно. Можно прям, я готова пойти на более низкую стоимость, например, своих услуг, потому что для меня это будет тоже какая-то новая штука. Я знаю, что, например, без кесарева я могу помочь онлайн включать мышцы, сто процентов я это уже делала. Девушка училась работать животом после двух родов, у ней был неправильный паттерн дыхания, нерабочий живот, вообще нижний пресс не работал. Мы его включили онлайн, полностью онлайн, без прикосновений. Вот, я думаю, я могу взяться попробовать, но результат, к сожалению, до конца мне, ну, не подвластен, потому что мне тогда нужно будет прям отслеживать все чувства, все эмоции, все ощущения, вот такое вот, из-за того, что я не вижу тут. Так. Да, я тоже понимаю, что онлайн это сложно, но вот если есть интерес, я думаю, я... У меня, я исследователь, мне очень интересно, если это потом можно будет упаковать в кейс, если получится, я буду безумно рада, потому что для меня это, ну, как-то, да, 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 нет, нет, если получится. Где-то должно пройти, ну, по-хорошему месяца два-три после операции, после этого я, ну, как бы, могу. Вот. Поэтому, да? Еще. У меня есть вопрос. Давай. Нужно ли преподавателю танцев, ну, трайбла или були-данса получать какое-то дополнительное образование в сфере, ну, не знаю, выучиться на тренера, массажиста, на человека, который умеет работать с телом, понимает, как оно работает, или это необязательно, потому что часто приходишь на классы к преподавателям, и, ну, то есть у них нет никакого дополнительного образования, нет, там, понимания физиологии человека, и, ну, как бы, если у тебя вдруг что-то заболело, и к тебе подходят, там, ученики, или ты подходишь к преподавателю, ну, и тут, как бы, частая ситуация, когда просто, как бы, разводят руками и само пройдет. Но они не знают, это факт. Ты знаешь, все очень индивидуально. Например, для меня это было критично, поэтому я пошла. Есть другие, которым это не критично, им будет это просто не надо. Ну, а зачем? Я уже танцор, я учу танцевать, как бы, и все. Что я могу сказать здесь? Каждый человек отдельно, в том числе и ты, ты просто должна принять для себя решение. Во-первых, поможет ли это тебе? Тебе просто чувствовать, например, какой-то внутренний комфорт, там, наружу комфорт, нужно ли тебе кому-то помогать, нужно ли тебе что-то там советовать. Я лечить, например, я не лечу, я вот конкретно, ко мне по обращению, ко мне обратились, я что-то подумала, смогу ли я помочь или нет. Иногда я даже беру день, чтобы думать, потому что я не знаю, я читаю литературу какую-то специальную, открываю, ну, мы все узнать не можем. Вот, поэтому реши для себя, если ты столкнешься с тем, что, например, тебе это вообще поможет решить какие-то твои физиологические проблемы, более опять какие-то уменьшить, то да, то просто ради себя, не делай ради других, делай ради себя, потому что начинание ради себя, они обычно вот приходят к определенному успеху. Начинание ради других, знаешь, главное, чтобы это не превратилось в то, что, а вот я ради вас, а вы вот да, нет, это не должно быть так. Я тоже, в свою очередь, пошла ради себя, потому что я почувствовала, что в танце мне некомфортно, и мне хотелось знать, почему мне некомфортно, это я такая кривая или что-то с танцем. Вот, и вот сейчас с опытом я могу сказать, что любой танец, который придумали не вы, который сделан не вами, он будет доставлять дискомфорт, если он не посажен вот прямо до конца. И для того, чтобы его посадить, в этом нужно кайфануть, одеть его практически на себя, растянуть так, как нужно, и вот тогда вы будете выглядеть в нем гармонично, он будет вам идти, вот как бы с кем бы вы не танцевали, вы будете прямо отличаться, это будет видно, видно людей, на которых танец сидит. Вот, но это только через методом проб и ошибок, наверное, потому что каждый человек, как огромная вселенная, нету повторяющихся, поэтому для себя просто нужно понять, что я хочу, и делать ради себя, а не ради других. Это обычно плохо заканчивается. Спасибо. Ну что ж, нас все проигнорировали, но мне все равно, я все равно горда собой, Иван. И Юля сегодня безумно красивая. Сейчас, секундочку, я сделаю. Я смотрелась на вас в прошлый раз, вы в прошлый раз были все такие красивые. Я просто, у меня сегодня случилась вдруг нежданная индивидуалка по йоге, и там все это было неуместно, я прям буквально влетела и сразу сюда. Вот, поэтому, но у меня все равно, я если что могу себя просветить. Главное, дополнительные лампы поставьте свет, будет красиво. Девочки, большое вам спасибо, что здесь, что, наверное, надо с чего-то начинать. Как я уже сказала Софии, Burning Man тоже начинался с нескольких людей в пустыне. И потом это превратилось в огромный фестиваль. Поэтому сейчас так, сегодня настроя, завтра, может быть, больше, потом еще больше. Видео я скачаю, сохраню, и в любом случае я всех приглашаю на наши следующие нетворкинги. Будем развивать себя, развивать других, показывать, какие мы, что мы можем, чем можем помочь другим. Вот, и мне кажется, что это суперценно вообще для всех и для вас. И они, кстати, не понимают, какую выгоду, какая выгода в этом. Но я надеюсь, что только своим примером, только своей осознанностью можно развивать осознанность других. Как говорит моя напарница, а кто я с ними? Спасибо вам большое. Мы уложились буквально в полчасика, а вы боялись. Вот, если есть кому-то что-то сказать еще, то, пожалуйста, feel coming. Спасибо за встречу. Спасибо большое. Меня тут тоже, я много, много чего могу говорить, но товарищ уже бастует. Бастует. Ну, ты, Иван, чмокни его в лобик. Вот, передавай привет. Спасибо, что собрались. Я все-таки рада, что даже так компактно получается, чтобы и не вас надолго не удерживать, не себя. Вот, что ж, до новых встреч. Сейчас я останавливаю только запись.